Сегодня в стране знаковый день для новейшей белорусской истории. День Конституции. Соотечественников поздравил президент. 24 года назад на сессии Верховного Совета был принят первый основной закон в истории суверенной Беларуси. В документе определяется государственное устройство страны. Там же закреплен принцип разделения властей и учрежден институт президента. Главными в вопросах совершенствования Конституции должны быть интересы белорусского народа и страны. Это подчеркнул Александр Лукашенко сегодня на встрече с судьями Конституционного суда. Именно на них возложена особая роль по обеспечению верховенства основного закона страны. Жизнь не стоит на месте и президент не исключил, что со временем в Беларуси придут к обсуждению вопроса о возможной корректировке Конституции. Это, можно сказать, мировой тренд совершенствования основного закона. По этому пути сегодня идут многие государства. Казахстан, Армения, Турция, Китай. Разговор во Дворце независимости получился очень обстоятельным. Речь шла не только о совершенствовании законотворчества и судебной системы, но также, например, о перспективах развития многопартийной системы в Беларуси и повышения уровня правосознания. Этому нужно учить со школьной скамьи и об этом тоже говорили сегодня. Без справедливых законов, четких и логичных правил нельзя развивать государство, в котором на первом месте благосостояние, правовая и социальная защищенность граждан. Таким был ключевой месседж президента. Наш политический обозреватель Ольга Макей побывала не только на встречу главы государства, но и в стенах нового здания, в котором будут охраняться фундаментальные права и свободы. Конституционный суд, именно он стоит на страже главного закона страны. То есть за соблюдением каждой из 146 статей Конституции, а на их основе действует вся система госустройства, следят именно здесь. Ведомство, скорее, не публичное. Многие о нем знают разве что из школьных учебников, да и сами сотрудники говорят, конституционное правосудие любит тишину. Красноармейская, 4. Это новый адрес Конституционного суда Беларуси. До недавнего времени ютились в небольшом здании на улице Ленина. В 2014-м, во время встречи с президентом, попросили расширить площади. Глава государства просьбу выполнил, подобрали подходящий вариант, а полторы недели назад переехали на новое место. Вы где больше ориентируетесь? В 146 статьях Конституции или уже в этих коридорах и кабинетах? На сегодняшний день, наверное, лучше в 146 статьях Конституции. Здесь тайно-совещательная комната, где будут приниматься решения тайным голосованием, о котором не будет знать никто. Вот такой у нас замечательный зал. На сегодняшний день все белорусское оформление, вся мебель. Звукоизоляция есть? За дверью не будет слышно? Нет, не будет слышно. Кстати, лестница – это в духе ренессанса. В Конституционное закулисье нас проводит Татьяна Бойко. Судья с 20-летним стажем, кандидат наук, автор множества публикаций в области финансового права. Не сразу поверишь, что именно она на Олимпийских играх в Монреале заняла шестое место в прыжках в высоту. Кстати, превзойти этот результат уроженцам Беларуси не удалось до сих пор. Вот уже два десятилетия под рукой непременно судейская мантия. Скромная, она не помпезная, удобная. А рабочий день – это сплошь изучение документов, аналитических справок и проектов законов. Все должно соответствовать Конституции. Сейчас на ее столе два дела из финансовой сферы. Кстати, обратиться в Конституционный суд могут не только юрлицо или госорганизация, но и гражданин, но только в особом случае. Гражданин может войти к нам с обращением, в котором будет содержаться информация о пробеле, правовой неопределенности или коллизии, которая имеет место в нашем законодательстве. В прошлом году рассмотрели два таких обращения. Нашелся пробел в вопросах предоставления юридической помощи, а на нее по Конституции может претендовать каждый. Именно соответствие основному закону страны и контролируют в этих стенах. Решения будут принимать в новом зале суда. Заседание здесь пока не проводили, поэтому известная фраза, которая предваряет любое подобное собрание, звучит здесь впервые. Встать, суд идет. Потому что это высокий суд. И все судьи будут занимать во главе с председательствующим свои места. На свое место в этом зале, а оно закреплено за каждым судьей, Татьяна Бойко садится впервые. Состав Конституционного суда 12 человек. Шесть назначает президент, шесть избираются Советом Республики. Сегодня все они собрались во Дворце Независимости. Дата встречи символична. День Конституции. Чем не повод обсудить итоги работы суда и варианты совершенствования деятельности. Ведь именно у этих судей важная роль обеспечения верховенства основного закона. С момента предыдущей встречи в таком формате прошло 4 года. Время не стоит на месте. И Конституционное правосудие тоже должно реагировать на современные вызовы, стоящие перед государством. Учитывать политическую конъюнктуру развития экономики. Но ведь кто еще четверть века назад мог представить, что Беларусь из сборочного цеха будет превращаться в IT-страну. Поэтому работать на перспективу должна и сама Конституция. Я уже говорил на встречах и с парламентариями, и с идейским корпусом, что со временем мы придем к обсуждению вопроса внесения изменений в основной закон. Все очень просто. Не надо в этом искать какие-то новости вплоть до фейковых. Надо понимать, что законотворчество – это живой процесс, как и все законы, подзаконные акты. Это живой организм, который должен совершенствоваться, чтобы не отстать от той жизни, которая пульсирует вообще в мире и особенно в нашем государстве. Потому что отставание для нас смерти подобно. На заре нашей независимости мы не могли представить, что экономика уйдет куда-то в IT-сферу, и что уже там все народы, планеты будут искать свое счастье. Меньше будут говорить о углеводородах, а на повестку дня встанет вот эта инновация. Принято считать не только в Беларуси, но и в мире, что Беларусь не в последний поезд скачала при движении и развитии нашего государства. Я провожу этот пример, чтобы показать, что жизнь не стоит на месте, она очень-очень бурно развивается. И, естественно, мы должны успевать меняться сами, подстраиваться под эту жизнь, если уж на то пошло. И все это надо делать на законном уровне. Все это надо делать, исходя из требований нашей жизни. Тоже отстать невозможно. Естественно, мы, если уже по-народному не уперлись лбом в основной закон, то скоро эта проблема встанет. Потому что и общество меняется, и мы сами меняемся. Естественно, Конституция должна быть на шаг-два впереди изменений нашего общества. Она должна давать перспективу. Внесение изменений в основной закон – дело не сиюминутное. В этом процессе имеет значение каждый нюанс. И правильно подобранное время, и глобальный анализ всех за и против. Генераторами идеи в этом важном для страны вопросе должны быть судьи Конституционного суда. Штучные специалисты, как скажет президент. Но во всех предложениях важно учитывать главное – интересы народа и страны. Сами разговоры о изменении Конституции, корректировке, еще чего-то, они порождают некие бровновские движения, в лучшем случае, в нашем обществе. А некоторые политизированные, очень политизированные и заинтересованные круги начинают уж очень развивать бурную деятельность на этой основе. Поэтому очень важно выбрать время, когда мы будем подбираться к корректировке этого закона и определить те основные направления, по которым мы будем работать. Если уж мы и пойдем на изменение Конституции, то нас никто не должен упрекнуть. Никто. Для этого надо изучить мировой опыт. В принципе, вы его знаете. Вы знаете самые передовые страны и знаете их Конституции. Поэтому нужно взять лучшее из мирового опыта, но ни в коем случае, как это было на заре нашей независимости, не бежать следом за какими-то нормами, какой-то Конституции, чтобы кому-то угодить. Мы должны создавать свои законы и прежде всего основной закон для нашей страны, для нашего народа. По пути корректировки Конституции сегодня идут многие государства. Например, в Казахстане это коснулось перераспределения президентских полномочий. Повышается роль правительства, которое становится полноценным органом исполнительной власти. В Азербайджане осенью 2016-го по итогам всенародного голосования в основной закон внесли изменения о продлении полномочий президента с 5 до 7 лет. В введении поста вице-президента устранили возрастной ценз для депутатов и главы государства. В Армении референдум провели в 2015-м. По его результатам республика переходит к парламентской форме правления. А в Турции год назад решили наоборот, от парламентской перейти к президентской. Пост премьер-министра упразднят, а полномочия главы государства расширят. Изменения в основной закон страны впервые за 14 лет вносит и Китай. Председатель КНР сможет находиться у власти неограниченный срок. А в Конституцию, наряду с предложениями Мао Цзэдуна и Дэн Сяопинов, пишут и Дейси Диньпина. Какими именно и когда будут поправки в белорусском основном законе, говорить рано. Но Александр Лукашенко приводит в качестве примера острые дебаты о создании в стране многопартийной системы. Звучат и предложения создать политическую партию на базе Белой Руси. Идут дебаты, острые дебаты, вы тоже, наверное, о них слышите, о партиях. О создании нормальной многопартийной системы в стране. И надо создавать на основании, допустим, Белой Руси или еще там, ну, настоящая, чтобы была партия, выразитель интересов. Я категорически против, что это провластная партия, чтобы там все начальники сидели. Идет этот разговор. Кто-то говорит, время. Надо снять с власти что-то передать в партии. Надо кадровые вопросы решать и прочее. Все это правильно. Кто-то говорит, что это не время. Я считаю, что не с этого надо начинать. Надо впереди поставить лошадь. Надо Конституции это все закрепить, если мы к этому готовы. Если мы готовы сегодня к этим беспрерывным дебатам и так далее, если мы готовы настоящую многопартийную систему создать, нам надо начинать с Конституции и там прописывать жестко эту многопартийную систему. Какова роль партии? Ибо мы будем все время в обществе породим эту драку. Поэтому надо очень аккуратно, когда я говорю о Конституции, то первое, что спрос с вас будет, если вы займетесь этим вопросом, это ответственность. Там ничего личного не должно быть. Ничего личного. Там все должно быть нацелено на то, что завтра нас не будет, останутся наши дети и внуки. И какое мы общество на основании какой Конституции предложим сформировать? То есть боль ваша должна быть обращена к детям и внукам. И никакой там не должно быть групповщины. Никакой, что там одна группировка это, другая это, третья это, потом либералы, демократы и консерваторы, и пошло-поехало. Мы от этого все должны уйти и смотреть вперед. Обсуждали сегодня и в целом, как повысить эффективность работы Конституционного суда. Петр Миклашевич объясняет, полномочию ведомства достаточно, главное, контроль конституционности законов. То есть перед тем, как попасть на подпись главе государства, каждый акт проходит проверку в суде. Так, за последние три года изучили 189 документов. Такая функция появилась 10 лет назад. В то время ни один Конституционный суд в Европе таким правом не обладал. Но у белорусской структуры, в отличие от судов России или Германии, нет института прямой жалобы для гражданина. У нас только косвенно, через уполномоченные органы. Но у тех же соседей такая возможность привела к тому, что Конституционный суд буквально завалили обращениями около 20 тысяч в год. Так должно ли это ведомство быть таким уж открытым? Этот вопрос вызвал дискуссию. Нам только за 4 года одно предложение поступило от Палаты представителей на таком обращении. Мы хотим, чтобы была активность со стороны уполномоченных субъектов. Ну и хотя бы там 5-10, условно говоря, обращений таких нам поступало. Михаил Владимирович, что вы не можете организовать Петру Петровичу такую работу, чтобы он кричал «хватит!»? Если речь идет о прямом обращении к гражданам, я, например, считаю, что у нас в наших условиях нет необходимости это дело делать. Я разговаривал с Зорькиным, с Петром Петровичем вместе. Они завалены. Это тысячи, тысячи идут жалоб Конституционный суд. И все это все равно, в конце концов, Конституционному суду, в том числе Российской Федерации, надо обращаться в соответствующие субъекты, для того, чтобы получить какую-то аналитику, материалы и так далее, для того, чтобы рассматривать у себя. Конституционный суд опускать там до каких-то разборок даже граждан, наверное, не следует. А вот анализировать, как подобные разбираются вещи с соответствующими структурами, давать заключения, вносить предложения по этому поводу, требовать от тех структур, которые обязаны этим заниматься. С этой точки зрения надо посмотреть, чтобы вы как-то действительно верховенство осуществляли, а не рылись в этой грязной одежде. Десятилетний юбилей работы в Конституционном суде недавно отметила Ольга Сергеева. В свое время она занимала пост замминистра юстиции. Юрий с большим стажем поднимает важный вопрос о повышении правосознания белорусов. Согласитесь, далеко не каждый сегодня наизусть расскажет, какими правами всех нас наделяет Конституция, а ведь это должен знать каждый. Путей повышения уровня конституционного правосознания, конечно, много. Но я бы хотела отметить, что одним из таких путей должно стать совершенствование конституционно-правового образования. Речь может идти о совершенствовании, во-первых, организации такого образования, о расширении видов дисциплин конституционной государственной тематики, о более глубоком изучении содержания конституционно-правовых институтов. В канун Дня Конституции юным белорусам вручают паспорта. Их первые документы – гражданина страны. Это хорошая традиция, еще и повод изучить, как же устроена система госуправления. Побывать там, где принимаются важные для страны решения. Например, на этой неделе школьники увидели, как работает Конституционный суд, Совет Республики, Госконтроль, по стиле Музей Белорусской Государственности. Но такие акции ведь раз в год. Президент на проблему смотрит шире. Конституцию и право глубже нужно изучать и в школах, и в вузах. А в качестве преподавателей свое авторитетное слово могут сказать и судьи Конституционного суда. Зерна этого процесса должны вбрасываться человеку в школе. Хотя бы элементарно как-то. А вот в вузах, хотелось бы, чтобы вы хотя бы в наших основных вузах преподавали и наблюдали за тем, что там происходит. Вы классные специалисты, авторитетные. Вас студенты будут слушать. Ну а заодно вы почувствуете, знаю, что вы хорошие преподаватели, вы почувствуете, на каком же уровне и что мы, в конце концов, преподаем будущим юристам. Во время встречи говорили и о международной деятельности. Пригласили президента в следующем году принять участие в конференции к 25-летнему юбилею ведомства. Обсуждали и работу судов общей юрисдикции. Конституционному предстоит посмотреть на их деятельность через призму поступающих обращений. Делились житейскими мудростями, без которых не обойтись в работе. Вот совет от Валентины Подгруши, самой опытной судьи в Конституционном с момента основания, апреля 94-го. Важнее еще переломить само правосознание судей, иных должностных лиц. Жить по принципу, главное не высовываться сегодня, не получится в наше динамичное время. Спасибо. Вот это правильно сказано. Просто надо каждому записать на руке. Не получится, я с вами согласен. Итоги этой встречи они еще не раз обсудят в обновленных залах Конституционного суда, за которые сегодня особенно благодарили президента. Впереди большая работа и по защите главного закона страны, и по его адаптации к современным реалиям. Естественно, жизнь не стоит на месте. Конечно, какие-то новые вызовы, новые явления, новая практика применения, новые какие-то общественные отношения. Конституция – это не догма. Идеальных Конституций не бывает. И действительно, в нее можно и нужно иногда вносить изменения, которые требуют сегодня решения этих вопросов. Поэтому поживем. Увидим. В общем, увидим, да. Анализировать Конституцию предстоит уже на новом месте, а президент пообещал зайти в гости. Адрес хоть и другой, но суть прежняя. Ее символично подчеркивают белые интерьеры, ведь мысли судьи должны быть чисты. Их задача – работать беспристрастно и честно, как и было предыдущие годы, чтобы каждый из нас был уверен – права белорусов под надежной защитой. Ольга Макейн, Наталья Бреус, Алексей Правдиков, Николай Рузавин и Николай Лошкевич. Агентство теленовостей.